10 Minutes of English Present Continuous или Present Progressive, как оно по-другому называется, образуется при помощи глагола to be в нужной форме, соответствующей форме лица и числа подлежащего, и инговой формы глагола. Что же такое инговая форма глагола? Для того, чтобы образовать инговую форму глагола, нужно взять первую форму глагола и добавить к ней окончание ing. В большинстве случаев инговая форма образуется именно так. Давайте рассмотрим следующие примеры данного времени. Я делаю свою домашнюю работу сейчас. В настоящий момент Джон играет со своей собакой. Посмотри, солнце светит так ярко. Мы играем в настольный теннис прямо сейчас. Present Continuous имеет свои указатели. Давайте их перечислим. Вот некоторые из них. Now, сейчас. Right now, прямо сейчас. At the moment, в настоящий момент. Look, посмотри. Все ли глаголы употребляются в Present Continuous? Глаголы в английском языке мы можем поделить как минимум на три категории. Это бытийные глаголы, глаголы действия и глаголы чувства. К бытийным глаголам относится глагол to be – быть. Глаголом действия мы можем привести в пример следующие глаголы. To play – играть, to sleep – спать, to read – читать, to write – писать. Глаголом чувства мы можем привести в пример следующее. See – видеть, smell – нюхать, notice – замечать и другие глаголы. Нужно отметить, что бытийный глагол to be не может быть употреблен во времени Present Continuous. Давайте рассмотрим два примера. I am being twenty now и I am twenty. Нужно сказать, что первый вариант невозможен. То есть мы не можем так говорить в английском языке. I am twenty. Еще раз. Глагол бытийный to be не может быть употреблен в Present Continuous. Нужно отметить, что глаголы действия возможно употреблять во времени Present Continuous. Давайте приведем примеры. I am playing computer games now. Я играю в компьютерные игры сейчас. He is sleeping now. Он спит сейчас. They are playing computer games now. Они играют в компьютерные игры сейчас. Глаголы чувства, или как по-другому они называются, глаголы чувственного восприятия не употребляются во времени Present Continuous. Давайте их перечислим. Notice – замечать. Hear – слышать. See – видеть. Feel – чувствовать. Smell – нюхать. Taste – пробовать на вкус. Давайте приведем примеры. I taste this cake. Я пробую на вкус этот пирог. I see a sheep. Я вижу корабль. I hear some noise. Я слышу какой-то шум. Как мы видим, глаголы употреблены в форме Present Simple. В форме настоящего простого времени. Время Present Continuous для данных глаголов невозможно. Нужно понимать разницу между следующими глаголами. To hear – слышать. To listen to – слушать. To see – видеть. To watch – смотреть. To hear и to see – глаголы чувственного восприятия. В то время как To listen to и to watch – глаголы действия. To listen to и to watch – мы можем употреблять во времени Present Continuous. To hear и to see – мы не можем употреблять в этом времени. Давайте рассмотрим следующие примеры. I hear some noise. Я слышу какой-то шум. I'm listening to music now. Я слушаю музыку сейчас. I see a sheep. Я вижу корабль. I'm watching TV. Я смотрю телевизор. Ну а сейчас давайте поговорим о кое-каких исключениях. Я бы хотел вам рассказать о такой структуре, как to be going to, которая переводится «собираться что-то сделать». С помощью этой структуры в английском языке передаётся будущее действие. Давайте рассмотрим следующий пример. I'm going to write a letter to Tom. Я собираюсь написать письмо Тому. Present Continuous также может употребляться в значении времени Present Simple – настоящее простое. В том случае, когда мы раздражены чем-то и делаем кому-то замечание. Давайте рассмотрим это на примере. Том, ты постоянно болтаешь на уроке. Ещё одним случаем, когда употребляется время Present Continuous, является тот случай, когда мы говорим о действии, которое было запланировано нами заранее и внесено в наш повседневный распорядок или расписание. Я повторюсь, что это действия, которые мы сами запланировали, и действия, которые мы сами включили в своё расписание. Допустим, I'm meeting with Tom today. Я встречаюсь с Томом сегодня. Спасибо за внимание. Увидимся через несколько дней. До новых встреч!